Наследники Карла Великого Королевскими Вассалами в своих владениях королями считали самих себя. Лишь два-три месяца в году они обязаны были находиться на королевской службе. В остальное время они были полноправными хозяевами своих владений. Вершили здесь суд, назначали и собирали налоги, чеканили собственную монету, держали свое войско. Это войско полностью подчинялось только им. По правилу «вассал моего вассала, не мой вассал», вассалы крупных сеньоров были свободны от обязательств перед королем. Естественно, авторитет королевской власти был не слишком велик. В лучшем случае к королю относились как к первому среди равных. В западнофранкском королевстве авторитеты силы королингов упали настолько, что в середине X века их главные соперники, графы Парижские, отстранили их от престола. Королем стал Гуго Капет. Первые Капетинги, так стали называть его потомков, тоже не были сильными королями. Реальная власть их распространялась лишь на небольшую территорию собственного домена, от низовий Сены на севере до окрестностей Орлеана на юге. Эта территория называлась Иль-де-Франс, остров Франции. Вокруг этого острова бушевало раздираемое между усобицами неподвластное королю море владений герцогов и графов. В собственных владениях король тоже не чувствовал себя полновластным правителем. Там и тут на его земле возвышались замки крупных феодалов. В 1108 году королем стал Людовик VI. Вассалы насмешливо прозвали его Толстым, но этот Толстяк показал себя энергичным, расчетливым и дальновидным правителем. Решив укрепить свою власть, он начал с наведения порядка в собственном домене. Он строил крепости, ловил и наказывал грабителей, бесчинствовавших на дорогах Иль-де-Франса, разрушал и сжигал осиные гнезда разбоя, находившиеся в его домене, замки непокорных вассалов. Конечно, в одиночку король не справился бы с сопротивлением своих крупных вассалов, многие из которых были сильнее его. Поэтому он обратился за поддержкой к мелким рыцарям и жителям городов. И те, и другие очень часто были недовольны притеснениями со стороны сеньоров. Король обещал им льготы и привилегии, если они перейдут к нему на службу. И многие рыцари начали присягать на верность королю, становясь его прямыми вассалами и избавляясь от вассальной зависимости от своих прежних сеньоров. Эти рыцари стали основой королевского войска. Теперь в военном отношении король меньше зависел от своих крупных вассалов. Города помогали королю в основном деньгами. В обмен на эту помощь король жаловал им грамоты, подтверждавшие их независимость. Поддерживала короля и церковь. Духовенство не меньше короля хотело покончить с междоусобными войнами, наносившими большой ущерб епископствам и монастырям, и наказать сеньоров-разбойников, многие из которых перестали даже признавать правила Божьего мира. Священники благословляли деяния короля и проповедовали идею божественности королевской власти. Они объявили, что главные знаки королевской власти – сосуд с елеем, использовавшимся при коронациях, щит с королевским гербом, тремя лилиями, и королевское знамя – Арифламму – первый король франков Хлодвиг получил прямо с неба, от самого Господа. Тем самым священники утверждали, что любой выступивший против короля выступает также против Бога и церкви. Кроме того, епископы и аббаты, как люди образованные, часто становились советниками королей. Особенно прославился своим умом, целеустремленностью и преданностью идеи объединения всех французских земель под властью короля аббат Парижского монастыря Сен-Дени – Сугерий. Он был главным советником Людовика VI и его сына Людовика VII. Впрочем, Людовик VII прислушивался к советам Сугерия не так внимательно, как его отец. В начале его правления казалось, что он твердо решил продолжить дело Людовика VI по усилению власти короля. Людовик VII присоединил к своему домену покупкой и военным путем некоторые земли. Главным его успехом была женитьба на герцогине Элеоноре Аквитанской, в результате чего территория Франции, так стало именоваться государство, выросла почти вдвое. Но вскоре он поссорился с женой и, вопреки уговорам советников, в том числе Сугерия, развелся с ней. Через некоторое время Элеонора вышла замуж за английского короля Генриха II, и тот прибавил Аквитанию к своим и без того немалым владениям во Франции. Исправлять ошибки Людовика VII пришлось его сыну Филиппу II. Этого короля вассалы уже не осмеливались называть, как некоторых его предшественников, толстым, лысым или заикой. К его имени было со временем присоединено гордое прозвище Август. И деяния Филиппа II вполне это прозвище оправдывали. За 43 года, которые Филипп II Август правил страной, он отобрал у английских королей почти все их французские владения, в том числе герцогство Нормандию. Когда же в 1214 году английский король Иоанн, Джон, заключив союз с германским императором, графом Фландрии и некоторыми французскими сеньорами, попытался отобрать свои земли назад, Филипп II наголову разбил его в битве при Бувине. С тех пор англичане называли этого своего короля-неудачника не иначе, как Иоанн Безземельный. Филипп II расширял королевские владения не только на севере, но и на юге. В этом ему очень помогли альбегойские войны, крестовые походы против обосновавшихся на юге Франции, в Лангедоке и в графстве Тулузском, еретиков-альбегойцев. Филипп II присоединил к своим владениям Тулузу. Его сын Людовик VIII завершил присоединение Южной Франции. К этому времени владения французских королей значительно расширились и занимали уже почти всю территорию современной Франции. Лишь некоторые наиболее упорные сеньоры продолжали сопротивление, а также часть Аквитании все еще оставалась под властью английской короны. Теперь перед французскими королями стояла новая задача – организовать управление подчиненной им огромной территорией, причем так, чтобы крупным сеньорам и в голову не пришла мысль сопротивляться королевской власти. Решение этой задачи сделал одной из своих основных целей Людовик IX, святой. Ему удалось провести ряд важных реформ, в результате которых воля короля стала законом не только в пределах королевского домена, но и в присоединенных к нему землях вассалов. Прежде всего он провел судебную реформу. Теперь дела по наиболее тяжким преступлениям, убийствам, поджогам, оскорблению короля велись только в королевских судах. Во все округа королевства были назначены представители королевского суда. Любой человек, недовольный решением суда местного сеньора, мог обратиться к такому представителю и потребовать пересмотра приговора. Чтобы избежать возможных союзов местных сеньоров со своими представителями, король достаточно часто менял их, переводя из одного округа в другой. Были запрещены судебные поединки. Теперь, если судящиеся были недовольны приговором, они не сражались на дуэли, а обращались к королевскому судье. Запрещены были и междоусобные войны. Если же все-таки один сеньор хотел объявить другому войну, он обязан был прежде обратиться за разрешением к королю и ждать его решения в течение сорока дней. Это правило называлось «сорок дней короля». Изменилась структура королевской армии. Теперь ее основной силой были не королевские вассалы со своими ополчениями, а наемные профессиональные солдаты. Другие реформы Людовика IX касались введения единой системы сбора налогов и единообразного управления на всей территории страны. Также Людовик IX стал чеканить единую королевскую монету, обязательную к приему во всех подвластных ему землях. В конце жизни Людовик IX с удовлетворением говорил «Теперь во Франции только один король». Дело Людовика IX продолжил его внук Филипп IV Красивый. Он присоединил к королевским владениям графства Шампань и королевства Наварру. Однако, попытавшись завоевать Фландрию, он натолкнулся на неожиданно сильное сопротивление местного населения. Возмущенные введенными новым правителем высокими налогами, жители города Брюгге однажды майской ночью 1302 года подняли восстание, неожиданно напав на французский гарнизон и уничтожив его. Это восстание, вошедшее в историю как брюкское заутриня, послужило сигналом к восстанию по всей Фландрии. Чтобы подавить его, король отправил туда сильное войско, состоящее из рыцарей. Возле города Куртре его встретили повстанцы, ремесленники и крестьяне, вооруженные пиками и луками. Они сражались яростно и наголову разбили королевских рыцарей. С убитых они сняли шпоры и сложили их в городском соборе, поэтому битву при Куртре часто называют также битвой шпор. Фландрия так и осталась непокоренной. На ведение военных действий и содержание государственного аппарата Филиппу IV нужно было много денег. В королевской казне их часто не хватало, и Филипп решил пойти на порчу королевской монеты. Теперь ее стали чеканить не из чистого серебра, а с примесью других, неблагородных металлов. С подданными король расплачивался порченными монетами, а налоги требовал платить полновесным золотом и серебром. За это Филипп Красивый получил еще одно, менее приятное прозвище – фальшивомонетчик. Но денег все равно не хватало. Где только не пытался добыть их Филипп, он отбирал состояние у евреев-ростовщиков, выгонял их из Франции, а потом за солидный выкуп разрешал вернуться обратно и грабил снова. Чтобы присвоить богатство ордена тамплиеров, которому к тому же он задолжал изрядную сумму, в 1307 году король обвинил его в страшных ересях и к 1314 году безжалостно разгромил, приговорив к сожжению на костре великого магистра и других руководителей ордена. Но еще задолго до этого, в 1297 году, король пошел на неслыханное святотатство. Он попытался обложить налогом духовенство. Никогда до сих пор епископы и аббаты не платили налогов светским властям. Папа Бонифаций VIII, возмущенный этим решением французского короля, пригрозил отлучить его от церкви. Тогда, в апреле 1302 года, Филипп, чтобы показать, что не боится папы и что народ Франции готов поддержать его, созвал собрание всех трех сословий – генеральные штаты. Они должны были поддержать решение короля. Генеральные штаты заседали в трех палатах. В одной – светские сеньоры, лично приглашенные королем, в другой – выборные представители от духовенства и в третьей – также выборные представители от горожан. Крестьянства к заседаниям допущено не было. Решения принимались раздельно, большинством голосов, и только для окончательного решения все три палаты собирались вместе. Генеральные штаты поддержали решение Филиппа IV о введении налога с духовенства. Даже само духовенство поддержало его, пойдя против воли папы. Времена Иннокентия III прошли, папство было уже далеко не так сильно, как прежде, а от воли короля в судьбе французских епископов и аббатов зависело слишком многое. Филипп IV был настолько ободрен решением генеральных штатов, что осмелился обвинить самого папу в ереси. Когда же Бонифаций VIII исполнил свою угрозу и отлучил его от церкви, король просто послал в Рим солдат, приказав им взять папу в плен. Бонифаций VIII встретил послов короля в церкви своего дворца со словами «Меня предали, как когда-то Христа, но я умру римским папой». В ответ командир французского короля Гийом Ногаре ударил папу по лицу своей железной рыцарской перчаткой. Спустя несколько недель папа умер, не вынеся оскорблений. Следующий римский папа Климент V, француз по происхождению, был уже во всем покорен воле Филиппа. В 1309 году он даже переехал из Рима в город Авеньон на юге Франции, поближе к своему покровителю. Начался почти 70-летний период авеньонского пленения пап. С тех пор французские короли регулярно собирали генеральные штаты, когда им требовалось принять важные решения, например, ввести новые налоги. Генеральные штаты не могли принимать законы, но могли одобрить или не одобрить решение короля, то есть обладали определенными властными полномочиями. Таким образом, во Франции стала формироваться сословная монархия, особый тип государства, в котором власть короля опирается на волю представителей сословий и в то же время отчасти ограничена ею. Продолжение следует...